На региональном уровне основным документом в анализированной сфере является закон Края о полномочиях органов государственной власти Края в сфере природопользования и охраны окружающей среды. В статье 8 данного закона установлены полномочия правительства Края в области охраны и высокопожаров, в том числе обеспечения координации всех мероприятий по борьбе с лесными пожарами в случае необходимости создания для этой цели рабочих групп. Необходимо отметить, что данные рабочие группы на территории Края с 2017 года не создавались. Кроме того, в правительственном крае не принят нормативный правовой акт, устанавливающий порядок сбора информации от жителей региона, предусматривающий поощрение за предоставление подтвержденной информации о нарушениях требований пожарной безопасности в лесах. В Министерстве лесного хозяйства в анализированной сфере возложено 21 полномочия. Большая часть полномочий на лесхозном крае реализуются в установленном порядке, однако в ходе мероприятия выявлены активные недостатки, в том числе отраженные на слайде. Значительная часть замечаний относится к качеству разработки лесного плана Края и его несогласованности с лесохозяйственными рекламентами. Также следует отметить, что организация Министерства обеспечения средствами предупреждения и тушения лесных пожаров на территории Края осуществляется не в полном объеме. В результате по итогам проверки готовности Министерства Края к пожароопасному сезону на землях лесного фонда, проведенный Департаментом лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, сделан вывод о ограниченной готовности Красноярского Края к пожароопасному сезону 2020 года и аналогичный вывод был сделан по итогам по готовности к 2019 году. Теперь, что касается подведомственных учреждений. Основные замечания о реализации неполномочий также и изложены на слайде. В ходе мероприятия выявлено недостижение в 2020 году лесопожарным центром отдельных качественных показателей, установленных госзаданием. Кроме того, учреждениям не соблюдена установленная кратность авиационного патрулирования. Фактическая кратность в среднем по краю составила 75,4%. Анализ материалов также показал, что в ряде случаев учреждениям осуществлялось недостоверное представление данных о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. Так, например, специалистами ФБУ авиалесоохрана в ходе выездной проверки выявлено занижение данных, представленных диспетчерской службой края в 16 раз. Замечания в части реализации установленных полномочий также выявлены в отношении КГКУ лесная охрана и краевых лесничеств. В результате вышеобозначенных недостатков Красноярский край в 2020 году ухудшил позиции в рейтинге субъектов Федерации по отношению к 2019 году по осуществлению органами государственной власти переданных полномочий по Федеральному государственному надзору, переместившись с 13 на 23 место. Необходимо отметить, что край стабильно имеет низкий уровень эффективности осуществления органами государственной власти переданных полномочий в области лесных отношений по результатам оценки ежегодно проводимой Росрисхозы. Позиции края в рейтингах по различным направлениям деятельности представлены на слайде. Согласно информации Миндресхоза края, основная доля лесных пожаров возникала в отдаленных и труднодоступных участках, преимущественно в авиационной зоне охраны лесов, что требовало больше времени на их ликвидацию. Это является одной из основных причин низких рейтингов края. Структура и объемы бюджетных расходов на реализацию переданных полномочий по охране лесов от пожаров представлены на слайде. Следует отметить, что расчет стоимости выполнения работ в области охраны лесов от пожаров осуществлялся министерством, исходя из доведенных Росрисхозом лимитов. Финансирование не учитывало фактические затраты на охрану лесов от пожаров. По данным Росрисхоза края, расчетная потребность превышает предоставляемый Росрисхозом лимит на выполнение переданных полномочий более чем в два раза. Соотношение доведенных на начало 2020 года Росрисхозом лимитов финансирования к расчетной потребности представлено также на слайде. По информации Министерства на реализацию еще одного переданного полномочия Федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах на территории края с учетом необходимости доведения численности государственных лесных инспекторов до установленного норматива, а также их материально-технического обеспечения, дополнительно требуется менее 572 миллионов рублей в год. Информация о штатной и фактической численности работников подведомственных министерств и учреждений представлена на слайде. Необходимо отметить, что в связи с недостаточным уровнем финансирования переданных полномочий в крае действует лесопожарное формирование в количестве и штатной численностью ниже установленного норматива. При этом в ходе мероприятия выявлено дублирование функций, закрепленных за государственными гражданскими служащими министерства и работниками КГУ «Лесная охрана». Фактическая оснащенность лесопожарного центра пожарной техники, оборудованием и иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров также не соответствует установленным нормативам. По информации, представленной на слайде, видно, что наихудшая ситуация сложилась с обеспечением пожарным оборудованием, которое в среднем по краю составляет 2,4% и варьирует от 0,4% до 75%. При этом в четырех подразделениях лесопожарного центра, как под Каменно-Тунгусское и Курагинское авиаотделения, Байтицкое и Таймырское лесопожарные станции, пожарная техника вообще отсутствует. Тушение лесных пожаров осуществляется только с применением пожарного оборудования, предупожарного снаряжения и инвентаря. Износ имеющейся пожарной техники оборудования и инвентаря составляет от 78% до 90%. Основные выводы по результатам мероприятия представлены на слайде. Хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, что переданную полномочию области лесных отношений, согласно ежегодно проводимой Росвискозовой оценке, осуществляется органами государственной власти с низким уровнем эффективности. Одной из причин является, конечно, недостаточное финансирование этой сферы со стороны Федерации. Но также в ходе мероприятия выявлены внутренние резервы повышения эффективности деятельности органов государственной власти края, в том числе посредством совершенствования правовой базы и устранения дублирования функций. По результатам экспортно-аналитического мероприятия правительству края было предложено принять меры по устранению недостатков нормативно-правового регулирования в указанной сфере, провести работу по доведению финансово-кадрово-имущественного обеспечения реализации установленных полномочий до нормативного состояния, в том числе активно поработать с Федерацией, чтобы они свои переданные полномочия финансировали, если не в полном объеме, то в гораздо большем объеме. Министерство лесного хозяйства принять меры к устранению нарушения недостатков указанных в заключении и недопущения их в дальнейшем. Ну и в заключение хочу отметить, что мероприятие проводилось в первом полугодии текущего года и в настоящее время к счетную палату поступили ответы и правительства и министерства с реакцией на наше замечание. Частично о них уже сказал Алексей Иванович в первой части своего доклада по предыдущему вопросу. Кое-что осталось неисполненным, стоит на контроле счетной палаты. Доклад закончен. Спасибо за внимание.